Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Zero, то лучшего шанса вернуться. Уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Zero, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем недавно отгремела трансляция от компании Blizzard. Warcraft Direct. Было много рассказано про World of Warcraft, про другие различные проекты. Но нас, как игроков, замечательнейшая MMORPG, конечно же интересует то, что компания Blizzard показала нам на 2025 год. Огромная дорожная карта. Куча разных обновлений. Куча разных нововведений. Какие-то достойные. Какие-то не очень. Рассмотрим абсолютно всю дорожную карту. Обсудим абсолютно все новинки и порассуждаем, какова их польза. Полезно это нововведение или не очень. Дорожная карта на текущее дополнение. Очень много различных событий на 2025 год. Очень много разных обновлений. Секретных обновлений. Но все же имеется и то обновление, которое стартанет в этом году, 2024. 11.07 стартанет 18 декабря 2024 года. Долговато, конечно, ждать, но что поделать. Ждем. Что нас ждет? Нас ждет новая локация Остров Сирен. Что-то схожее с Запретным Краем. Нас ждут новые сюжетные задания. Окей, куда же без них. Нас ждет новое улучшаемое колечко. Вспоминаем опять же Запретный Край и вспоминаем то, что там было такое же колечко. Далее события. Бурные потоки времени. Они будут с января по февраль. Опять же, 5 недель. Проходим, лутаем ачивку, лутаем маунта. Нового. Там пчелку, по-моему, будут давать. Ну, ачивка-ачивка, маунт-маунт. Окей, плюс 1. Новинки на зимнем покрове. Да, круто и интересно. Если покажут что-то реально жесткое, что-то интересное. Какого-нибудь маунта, какого-нибудь питомца. Окей, многое уже на датамайниле. И ближе к зимнему покрову. Может, видос сделаю. Может, вы какие-то статейки почитаете. То есть, еще до зимнего покрова месяцок. Рассуждать рановато. И дополнительное обновление праздников. То есть, других различных еще праздников вдобавок. Окей, мы знаем то, что переделают немного лунный фестиваль. Добавят новые интересные товары. Добавят в любовную лихорадку интересных маунтов. Окей, пусть делают, пусть создают. Ну, то есть, такое обновление, оно посредственное. Нового контента особо не навалят. Новые мета-ачивки будут введены за ТВВ, за БФА. Если нужно, делайте, уже начинайте сейчас. Подготавливайтесь к ним. То есть, просто промежуточное обновление, в котором нам дадут немного контента. Ложочек с иконкой ВОВ. Это пиратская буря. Пиратская буря у нас уже была в ВОВе один разок. Теперь она будет и второй разок. Прогреть она будет с 21 января по 24 февраля 2025 года. Таким образом, можно предположить, что обновление 11.1 выйдет либо в конце февраля, либо в начале марта. Прекрасная дата. Хорошо. Можно будет наиграться в текущее обновление. Можно много чего натворить в этом первом сезоне. По факту. Что нас ждет в 11.1? В 11.1 нас ждет новая локация. Undermine. В переводе нижняя шахта. Окей. Нас ждет новый рейд. Освобождение нижней шахты. Как оригинально. Нас ждет новое подземелье. Операция шлюз. Нас ждет болид. Это маунт. Гоночный болид. Который кастомизируется различным образом. Ему можно будет настраивать различные функции. Его управляемость. Что это будет? Как это будет реализовано? Будет ли оно лагать? Вот это, наверное, самый главный вопрос. Хотелось бы, чтобы оно не лагало. Новые делбы. Новые вылазки. Само собой, новый сезон. Нужно дать новые награды. Вылазки являются сезонным таким действием в Вове на текущий момент времени. То есть, люди закрывают вылазки, вылутывают себе лут полезный. Вылутывают лут свикли лута. И обновится сезон. То есть, нужно закрыть зиквиры до второго сезона. На сложности вопрос-вопрос. Делается это легко. Если у вас хороший итем-левел, хороший бран. Я сделал это еще пару месяцев назад. В общем, будет еще, конечно, тема видоса. Что сделать до старта второго сезона. Будет новая фракция известности. Картель. Правильно произнес? Надеюсь, что правильно. И там говорят то, что можно будет к одному из четырех присоединиться. Ковенанты возвращаются или что? Ну, я надеюсь, это не будет сильно как-то влиять на геймплей, на игру. Наверное, это только будет влиять на какие-то награды по типу маунтов, питомцев. Ну, окей. Обновление интерфейса отряда. Коллекция лагерей отряда. Что это? Это вообще для чего? Задний вид сделать какой-то инновационный в меню выбора персонажа. Кто-то на него смотрит? По-моему, нет. Ну, и, конечно же, будет второй сезон. То есть, стартанет обновление, пройдет неделька, и будет второй сезон. Можно будет ходить новые мифик плюсы. Опять же, будут, что получается по мифик плюсам? Четыре данжа ТОВшные, которые не использовались. Золотая жила и новый данж, который будет введен в обновление 11.1, он будет, получается, как в мифик 0, так и сразу в мифик плюс. Это неплохо, потому что обычно как-то с новой данжей там бывает уникальный лут, какой-нибудь маунт, и выдрабать его с мифик плюс сразу же. Это будет интересно, это круто. Больше итем левел, больше попыток можно сделать. Почему бы и нет? Обновление 11.1, как вердикт, скажу, что да, самое обычное обновление с какими-то новыми интересными фишками, которые, ну, немного повлияют на игру. Окей. Обновление 11.1.5. Выйдет оно весной, скорее всего, это будет середина апреля, мне так кажется. Новая локация Сумерки. Что-то по типу Сумеречного леса, может быть? Посмотрим на практике. Переработка жутких видений. А зачем их трогать? Жуткие видения — это контент БФА, уже забытый всеми. Многие ненавидят вот эти вот всякие соло, вылазки, соло, там, торгасты, соло вообще. Активности игроки не особо приветствуют. И тут возвращение жутких видений, их переработка. Зачем? Для чего? В пользу чего? Какие награды мы будем оттуда вылутывать? Окей. Мне на ДК было максимально комфортно проходить те жуткие видения, которые были там в Аргримаре, которые были в Штормграде. Я проходил с максимальным количеством маск, при этом не юзая вообще экстра батон, то есть не восстанавливая Санити, я прям кайфовал реально на ДК. Куча иммунов, куча саевов, реально круто. Но другим классам, наверное, будет не особо по кайфу, и новым игрокам, может быть, этого вообще не понравится. Далее — обновление детской недели. Ну, обновление праздника. Детская неделя длится там недельку-полторы, то есть особо это люди даже и не заметят. Кто-то живет в мифе-плюсах, рейдах, и им до этой детской недели вообще... А им не нужна. Далее. Обновление 11.11.7. Также весной, наверное, там конец мая. Может быть. Сюжеты и задания. Ну да-да, дадут один крестлайн, и все, мы сделали сюжетную цепочку. Молодцы. Новый контент. Вопрос — какой? Окей. Обновление различных систем. Каких? Опять же вопрос. Что вы обновите? Какую систему? Систему репортов, автоматических банов. Давно пора. Людей просто так банят. События — бурные потоки времени. Опять? Зачем? Или возвращение старых бурных потоков первых, которые до сих пор висят в обычных ачивах, и у людей незавершенный ачив и неполученный маунт? Вопрос. Мы понимаем тоже, скорее всего, это будет, ну, может, середина лета, может, ближе к концу, то есть какой-нибудь август, конец июля, потому что летом все-таки близы дают игрокам отдохнуть, понимают, что у всех отпуска и прочее. Новые локальные события. Какие-то новые локалочки, новые рентики. Ну, допустим. Новое подземелье. Да, новое подземелье, ладно, окей, вопрос на какую тематику, опять же. Новый рейд. Опять же вопрос на какую тематику, сколько боссов, кто ласт, что будет вообще, что нас ждет, вопросик. Новые испытания в открытом мире. Опять же, соло, не соло. Соло испытания игроки не особо любят. Групповые испытания могут быть очень легкими. Может быть, что-то будет опять забагано, не так затюнено. Ну, посмотрим на практике. Новинки для отрядов. Какие новинки? Опять же, вопрос. Что? Передаваемая валюта есть. Передаваемые предметы есть. Какие еще новинки можно внедрить? Да можно внедрить кучу новинок. Только надо подумать, какие. Ну, посмотрим. Близзы нас точно удивят. Обновление хмельного фестиваля. Хмельной фестиваль будет осенью. Летом мы увидим, как его обновят. То есть, увидим новиночки заранее. Хорошо. Переработка сезонных наград. Имеется в виду те, которые мы вылутываем за 2 карио, за 2 500 рио. Давно пора. Награды довольно-таки слабенькие. Из-за, можно сказать, не о чемные действия. Что такое 2 карио на текущий момент времени? Это шестые и седьмые ключи. Вы получаете маунта. Целого маунта. Это жестко. То есть, раньше нужно было проходить ключи, конечно, повыше. Теперь пониже. Если они вернут все, как было раньше. Например, там, Фелля. В плане получения сезонных наград. То, что там, пару недель потребуется. Или побольше рио потребуется. Игроки могут заныть на реддите. И это все отменят. И это не будет реализовано по итогу. Посмотрим. Посмотрим. Ну и третий сезон, конечно же, понятное дело. То есть, 11.1, 11.2. Все вот эти вот циферки после точки. Это контентное обновление. Новый сезон, новый рейд, новый данж. Обычно. Опять же, да. Третий сезон стартанет через несколько неделек после старта обновления. Одна-две недельки. Как близзы решат. Далее. Миднайт. Многие думают, что это уже релиз. Нет. Это только презентация. Дополнение. То есть, нам только покажут, что вообще будет в этом дополнении. До какого уровня мы будем качаться. Что нас ждет. Покажут там приветственный ролик. Ну, вот как была презентация нового текущего дополнения. За варвизын. Вот так же и Миднайт покажут, расскажут кучу всего. Повешивают лапшу на уши. То, что вас ждет то-то-то. А в итоге вы получите это только там спустя полгода. Ну, окей. Ладно. Обновление 11.2.5. Оно выходит осенью. Скорее всего, это будет какой-нибудь сентябрь. Середина. Может, конец. Новый контент. Какой контент? Вопрос. Обновление систем. Каких систем? Ну, опять же, ну каких? Ну, скажите хоть. Там, апдейт UI, например. То есть, обновление пользовательского интерфейса. Ну, что? Что вы обновляете? Какие системы? Ну, хочется узнать. Празднование 21-го годовщины. Ну, куда же без празднования. Как обычно. То есть, будем, может быть, что-то фармить. Какого-нибудь маунта нам дадут. Дадут ачивку за вход в игру. Посмотрим. Далее. 11.2.7. Также осенью, но уже ближе к зиме. То есть, наверное, какой-нибудь... Ноябрь, может, октябрь. Видно будет. Сюжеты и задания. Одну квестовую цепочку дадут. И развлекаетесь. Новый контент. Обновление систем. Как я люблю эту строчку. Она реально фановая. То есть, какие системы? Ну что? Ну скажите хоть. Ну дайте знать хоть намек. Пожалуйста. Хочется знать. И зимой мы видим руну. Это неизвестное событие. Возможно, это какие-то... Не то, что таймволки, а как это было? Ремикс. Вот. Возможно, это ремикс какого-то дополнения. Возможно, домики, которые будут в Миднайте для игроков, они там уже будут в игре. Заранее. Все возможно. Пока что только догадки. Ваши догадки жду в комментариях. На этом все. Такая вот дорожная карта. Что я скажу как итог? Многое может быть нереализовано. Многое может быть затянуто. Многое может быть забаговано. Многое может вообще реально просто не работать. И затянуто там вплоть до Миднайта. До следующего дополнения. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.